Друзья, доброе утро! Меня зовут Алексей Лобзов, я работаю в Альфа-банке и вместе с этим являюсь членом программного комитета нашей конференции Flow. Сегодня я с радостью представляю вам первого спикера Сергея Нужненко. У Сергея более 25 лет опыта работы в IT, в информационных технологиях. Много регалий Сергей накопил за это время. Более того, он является руководителем экспертной группы и одним из главных разработчиков профессионального стандарта системный аналитик 2023 года, получается. Сергей, твой доклад называется «Требования 20 лет спустя». Такой вопрос навязчивый. Почему выбрал именно этот промежуток времени? Почему не 5, не 10, либо 30? Почему 20? Расскажи. Я начал как раз интересоваться проектированием 20 лет, чуть больше назад. И как раз на моих глазах я попал, прыгнул в последний вагон классического проектирования и наблюдал, как развивался Agile и к чему мы пришли. И вот об этом сегодня хочу рассказать. Классно. Еще такой небольшой вопрос, прежде чем передам слово. Вот представим современного аналитика. Работает над продуктами, разрабатывает информационные системы, работает с требованиями сейчас в Agile командах. Вот как ты думаешь, стоит ли всем аналитикам современным знать, что было тогда, 20 лет назад? Какова ценность от этого знания? Смотри, ну, я боюсь показаться банальным, да, но в любом предмете в институте все начинается с истории мысли, потому что то, что работало тогда и работает сейчас и будет работать завтра, ну, технологии меняются, но есть общие принципы, которые не меняются. И это можно увидеть только с ходом времени. И вот о них как раз я и хотел бы поговорить. Есть принципы, которые подтвердились, несмотря на то, что пришел Agile, все отвергли, как бы многое осталось так же, но мы об этом не всегда понимаем, не всегда знаем. Иногда вынуждены открывать заново то, что можно было бы не открывать. Спасибо, Сергей. Тогда сцена твоя. Передаю слово. Спасибо. Коллеги, ну, меня уже представили, не буду здесь долго рассказывать. И скажу еще одну вещь. То есть, а все-таки о чем поговорим? В Agile нет понятия требования как такового. И при этом все равно очень часто в системе, которая много лет развивается, самый главный вопрос это, почему сделано так, а не по-другому? Это надо выпилить или это надо оставить? Это компромисс тех долг или это хитрое решение, которое мы просто не знаем, потому что там команда промылась, никто не помнит? А это и есть требования, которые как бы есть, но как бы их нет. И поэтому я предлагаю посмотреть на историю, что такое требования, как с ними жить, как это связано с проектированием классическим, что происходит в Agile и как мы пришли к той ситуации, о которой я вот расскажу в конце. А пришли мы к ситуации, где мы вынуждены искать третий путь, потому что ни классический подход, ни Agile не отвечают на ряд вопросов, которые сегодня перед нами стоят. И про требования. Здесь у меня два слайда определений. Я чем старше становлюсь, тем больше начинаю относиться к определениям уважительно. И на мой взгляд классический подход и вот все стандарты системной программной инженерии и англоязычной тоже очень сильно пренебрегают базовыми принципами. И если все это прочесть, практика показывает, что коллеги, которые пытаются это освоить, приходят к парадоксальному выводу, что требования – это то, что требуется, и все. Ну и все. Хотя в определениях много закопано, но четкости нет. Школа системного анализа, может кто-то ее знает, может нет, а в 2011 году начиналось с первого моего тренинга по требованиям, по практике работы с требованиями. И я достаточно долго наблюдал то, как коллеги, которые на уровне здравого смысла понимают простые вещи, эти же простые вещи тут же в упражнении не могут продемонстрировать. И я это наблюдал на многих собеседованиях и потом на работе у коллег. Поэтому оказывается, что вроде бы все понятно, но сделать это не так просто. И вот за 12 же лет непрерывных объяснений студентам, участникам тренингов, истории про требования, я пришел вот к такой более компактной формулировке. Первое. Мы достигаем цель, решаем проблему, удовлетворяем потребности. Есть какой-то процесс достижения цели. Что делают требования в этом процессе? Они фиксируют выбор средств тех, а не других. Они детализируют их свойства. Они разделяют ответственность между разными средствами и участниками достижения цели. И если мы что-то аутсорсим, то есть заказываем какие-то средства или заказываем работы по достижению цели другим людям, требования включаются в контракт. Вот то, что требования включаются в контракт, то есть требования – это то, что требуется всем, более-менее понятно. Все остальное уходит в туман. И я показываю вот такую картинку на каждом своем тренинге, или подобную рисую на доске, что требования отражают ожидания заказчика, а не ожидания. Они о чем? Ожидается не то, что мы получим предмет поставки, соответствующий требованиям. Ожидается то, что этот предмет поставки можно будет использовать для достижения эффекта. Все кивают, окей, да, мы даем упражнение, и ничего не получается. То есть оказывается, что нет, все-таки требования – это то, что требуется. И тренировка, навыка, думание об эффекте и процессе использования занимает полдня. Со взрослыми, профессионалами, там, 30-40 лет, темледами, ведущими архитекторами, у всех одно и то же. То есть этот навык сам себя не делает, требуется включать голову, чуть-чуть расслабился, как с велосипедом, перестал крутить педали, рано или поздно остановишься. Это, в общем-то, единственное, наверное, ну, одно из двух, одно из двух, что действительно имеет смысл знать о требованиях наизусть и как-то вбивать ногами в людей. А второе – это то, что требования неразрывно связаны с проектированием. И вот профстандарт второй редакции, почему пришлось его практически полностью переписать с нуля, первый профстандарт системного аналитика говорил, что аналитик пишет требования, второй стандарт говорит о том, что аналитик участвует в проектировании систем, фактически координирует проектирование и разработку систем, системный аналитик. И здесь вот сейчас мы рассмотрим несколько принципов классического проектирования и что с ним пошло не так. При том, что я выбрал те принципы, которые вне зависимости от того, Пошло оно не так, не пошло, их невозможно нарушить. И самый главный секрет, это второе, что нужно знать о требованиях, это то, что проектируя составные системы, то есть система, которая состоит из подсистем, которая состоит из других подсистем, и там так до упора. Вниз мы имеем слоеный пирог. Мы собираем требования, мы их улучшаем, повышаем полноту, что-то выводим, это называется проектные требования. Мы проектируем систему, мы с помощью других людей, потому что аналитик не проектирует сам все. Получаем структуру системы, из которой извлекаем требования к составным частям. И рекурсивно повторяем этот процесс, пока не дойдем до элементов, которые можно купить или разработать, или заказать. И получается, что когда к нам приходят и говорят, дайте требования, обычно речь идет о том, что сегодня это нам нужен человек, который напишет 200 тикетов за спринт конечных постановок для разработчика. И это вот то, что здесь в терминах ГОСТа называется рабочий проект, находится в самом низу цепочки, длинной цепочки проектирования. То есть цепочки проектирования, требования к системе в целом, концепция системы – это проект, деление ее на части. Техническое задание – это требования к частям, системе и частям. Технический проект – это дальнейшее деление на части, и там начинается жизненный цикл компонентов. Техническое задание на компонент, на программный в данном случае, дальше его проектирование, и только там мы имеем постановку для разработчика. Это длинный цикл, который рекурсивный, который никого не волнует. Всем нужны конечные тикеты и никому не нужно длинное проектирование. Ну и V-модель, если справа здесь это ГОСТовский жизненный цикл, то слева это абстрактная V-модель для любой системы и системной инженерии. Если вы возьмете англоязычные стандарты ISO и EG на системную и программную инженерию, вы увидите все то же самое, названное другими словами. То есть ничего другого пока не придумали, потому что природа информационных систем не менялась. Информация это то же самое, что и было 100 лет и 200 лет назад. Что оправдывает, то есть зачем придумали такую длинную цепочку? Мы в классическом подходе исходим из двух принципов. Первый из них это то, что мы должны снять неопределенность до того, как пойдут большие инвестиции в стройку. Для стройки, для машиностроения это работало. Это было перенесено, адаптировано для IT. И пока одна система занимала несколько этажей, это тоже работало. Когда это было больше приборостроительное изделие, чем то, что мы видим сейчас. Но постепенно, сейчас тоже об этом поговорим, это перестало работать. Но пока у нас работает то, что нам нужно снять неопределенность, и мы можем это сделать, потому что вливать деньги, имея высокий разброс стоимости, высокие риски проекта, мы не можем. Нам приходится идти ближе к классическому циклу. Второе – это спор о том, сколько нам стоит нести изменения после того, как мы все спроектировали. Классическая кривая Боэма говорит о том, что чем дальше по жизненному циклу мы обнаружили ошибку, тем дороже нам стоит ее исправить. Для стройки это так, для машиностроения это так, для больших систем с дорогой ценой ошибки это тоже так. Но появилось экстремальное программирование. Кентбек сказал, что при ряде условий мы можем сделать кривую плоской. То есть мы можем сказать, что стоимость несения изменения на любом этапе, на любой стадии жизненного цикла будет небольшой. Поэтому не парьтесь особо, не надо тут проектировать. Давайте сразу писать. И, в общем-то, постепенно, да, ряд проблем с классическим подходом, в общем-то, и вывели на сцену agile. Вне зависимости от того, что, вот как вчера Макс Смирнов сказал, написали бы манифест, не написали бы, мы бы имели все те же самые практики. Они вытекают из текущего состояния технологии и рынка. Какие проблемы, я считаю, основными? Нам надо это знать, потому что, если мы используем подход, мы встретим эти проблемы, и с ними надо что-то делать будет, как-то обходить, нивелировать. Первое – это цикл накопления дефектов. Это общая инженерная история. Чем более длинная цепочка обработки, а проектирование – это тоже длинная цепочка преобразований одних описаний системы в другие. Все ближе, ближе, ближе к тому, что мы можем непосредственно отдать на изготовление. Тем больше ошибок закладывается, и это растет экспоненциально. Понятно, что, ну, из теории вероятности понятно, что если каждая стадия имеет вероятность несения ошибок, они будут умножаться, эти вероятности, точнее, вероятность безошибочности будет умножаться, и мы будем иметь экспоненциальное нарастание дефектов. И это только касается самих элементов. То есть, грубо говоря, мы можем иметь, ну, вот здесь, например, если мы имеем 20 багов на 1000 строк кода, а это средняя норма на выход нетестированного кода, то, принимая такую норму для всех стадий, вот что я нарисовал, мы имеем уже 15% проблемных строк в коде, не считая взаимосвязей. Если включить взаимосвязи, это надо возводить в степень, да, там все хитрее, но тем не менее мы получаем очень плохое качество системы на выходе. Это то, почему ругают водопад, и то, почему его никогда в жизни не было. Никогда в жизни по водопаду ничего не было построено, даже в стройке и в машиностроении. Появилось понятие стабилизации системы, все, наверное, его знают, да, что когда уже все написано, еще ничего не работает. И вот эта фаза стабилизации может сойтись, мы можем почистить все баги, а может разойтись, и проект потерпит крах. И накопление ошибок усугубляется сложностью. В чем смысл? Понятно, что при спуске по уровням вложенности система, подсистема, подподсистема, мы имеем все больше и больше элементов. Число элементов растет экспоненциально. И, соответственно, к ним экспоненциально растет число требований проектных решений. И самая засада в чем? Когда говорят, что IT-система нелинейная, речь идет о том, что число связей в IT-системе растет быстрее, чем экспоненциально. Оно растет комбинаторно от числа элементов. И, в общем-то, забегая чуть вперед, вот именно борьба с числом связей это и есть в современной архитектурной практике. Все, что мы делаем в архитектуре, это борьба с числом связей. Если нам удается победить число связей, мы победили. Если нет, мы проиграли. Потому что это даже не экспоненциальный взрыв, а комбинаторный над экспоненциальной функцией. И получилось так, что системы росли. Практика говорит о том, что система размером больше, чем курсовой проект одного студента. Ее невозможно привести в порядок, используя классические артефакты. То есть невозможно найти все ошибки, исправить все ошибки и построить именно то, что спроектировано. То есть или мы программируем то, что нужно, или мы приводим в порядок документацию. На это наткнулись люди, когда они изобретали agile. Ну и это еще не все. Мы получаем, что смысл проектирования исчезает. У нас получается не конус, а такая ваза неопределенности. Когда разработка – это самое дорогое, а значит системный проект не снимает неопределенность. Сложность ошибки, накопление ошибок отодвигает снятие неопределенности до самой разработки. То есть бумага ничего нам не дает в большой системе. Баги и долгая стабилизация говорят нам о том, что мы узнаем, сколько стоила система только в последней трети разработки. Соответственно, зачем нам проектировать, если надо начинать программировать как можно быстрее. Ну и это еще не все. Системы развиваются. То есть когда мы год строили систему, второй год мы строили вторую очередь системы, третий год мы строили третью очередь системы, понятно, что каждый следующий раз у нас все больше ограничений. Код написан, архитектура есть, системная архитектура есть, интегрируемые системы уже написаны, у них есть свои ограничения. Собственно, и что тут проектировать? Зачем нам эта лишняя бумага, если мы можем сразу начинать разрабатывать? Это тоже аргумент, но самый убойный аргумент. И с этим можно что-то делать. То есть стандарты, если их правильно использовать, позволяют не писать лишнего. И с ошибками можно что-то делать. Но то есть чем объективно очень трудно что-то сделать, это квалификация проектировщиков. Она падает, спрос на IT растет. Сначала проектировали инженеры-исследователи, потом проектировали инженеры-разработчики-проектировщики, потом проектировали просто инженеры, а сейчас проектируют вообще все, кто угодно. И это объективно, потому что народу нужно много. Не все хотят и успевают и могут освоить пятилетнюю программу инженерного курса какой-то IT-специальности. И тем более в любой группе, в любой инженерной специальности проектировщиками становится малая доля группы. Я сам как машиностроительный конструктор знаю, что из группы хорошо, если 10% становятся конструкторами по складу мышления, все остальные к этому не приспособлены. И во всех дискуссиях, когда люди ругали ГОСТы, мы их защищали в нулевые годы на всех форумах, там везде, где можно было разговаривать, мы получали аргумент, что да, они прекрасны, мы знаем, что они хороши, но мы не можем нанять людей, которые способны с ними что-то делать. Поэтому нам приходится идти другим путем. И с этим можно было что-то делать. Сейчас много школ, все учат. У нас есть войти-войти, подготовка специалистов, но и была, мне кажется, последняя соломинка, то есть не единственная, но последняя. Это цикл достижения компромисса. То есть если раньше Министерство обороны условных Соединенных Штатов заказывало систему, ей приносили чек на 2 миллиарда долларов, и этот чек оплачивался. Дальше IT пошло в бизнес, и бизнес стал торговаться. А можно дешевле? А давайте быстрее. А нам это не надо. Вот к этому дедлайну давайте быстрее. И мы имеем такую историю. Заказчик приходит просить, у него есть идея, ему нужно летать, он приходит просить самолет. Ему говорят, это вот столько стоит. Он говорит, не, это дорого, у меня столько денег нет, на эту идею я не готов. Ему говорят, ну ладно, вот попроще что-нибудь возьми. Он говорит, да, попроще меня устраивает, давай по рукам. Все, законтрактировались, пошли. Встретили проблемы, все, что я говорил. Накопление ошибок, неопределенность, что-то катали сбоку на бок, и тем не менее смогли выпустить прототип, который позволяет заказчику подняться в воздух. Заказчик сказал, ладно, я могу начать с этим, могу. Вот, он поднимается в воздух, и очень быстро выясняет, что идея не поперла. То есть рынка нет, продукт плохой, вообще надо идти в другую сторону. Вот, ну естественно, что делает в этом случае? То есть заказчик совершает продуктовый разворот, и в общем-то все. И здравое рассуждение, что если он сразу попросил прототип, минимальный прототип, с которым можно только подняться в воздух, проверить продуктовую идею, он бы сэкономил и деньги, и время. И уже был бы на много шагов дальше. Бизнес очень часто время ценит даже больше, чем деньги. Потому что кто первый успел, забирает рынок, ну или второй, если первый уронил этот рынок. И поэтому надо быстро. Итак, мы попадаем в аджайл. Был манифест, не было манифеста, неважно. Как мы жили с аджайлом? С аджайлом мы жили, сразу скажу, хреново. Что делает аджайл? Он говорит простую вещь. Как вот, знаете, что, папа, ты будешь меньше пить, нет, теперь вы будете меньше кушать. Мы просто делаем все то же самое, только быстрее. То есть теперь мы должны за спринт выпустить что-то полезное, неважно, успеваем, не успеваем, это должно выйти на прот. То есть мы должны натерпеться страха, натерпеться позора, то есть до выхода страха, после выхода позора, а потом это лихорадочно улучшать. Ну, в общем-то, ладно, окей, с этим можно жить. Мы привыкли, уже все посидели внутренне, да, там наши все внутренние волосы, наши все извилины седые. Но это не вся проблема. Допустим, правило Парета действует. Мы можем выпустить 20% функций, чтобы получить 80% пользы. Потом заказчик сделает разворот, и нам будет не жалко выкидывать. Окей, мы с этим смирились. Ну, уже в 2012 году, в первом году, в 2001 вышел манифест, в 2012 году на одну из конференций, ну, и много, наверное, уже привезли товарищи вот такое, что на самом деле мы наблюдаем не джайл-манифеста, а дарк-джайл-манифеста. Возможно, не везде, да. Не буду зачитывать со слайда. Смысл в том, что, развивая идеи Достоевского, если стандартов нет, значит, дозволено все. В такой ситуации первое, что происходит, это анархия. То есть мы выкидываем документацию, выкидываем инструменты, выкидываем процессы, они слишком дорогие, выкидываем все, начинаем творить дичь. На фоне падающей квалификации персонала, то есть если инженер-исследователь получает в этом случае действительно переработанный процесс, который адаптирован к этим срокам, к этим условиям, то обычный инженер получает дичь. Но что случилось с требованиями? То есть мы говорим о требованиях. Что случилось с требованиями? С требованиями случилась, в принципе, неплохая вещь. Они исчезли. Почему? Потому что приходит заказчик, приносит свои боли, команда тут же при нем проектирует кусок системы, выдает оценку, если это зрелая команда, а не тыкает пальцем в небо, творит свою магию, и вместо верификации, то есть сравнения с требованиями, мы получаем сразу валидацию, то есть сравнение с реальностью. Это хорошо, это быстрый цикл обратной связи, ну, при условии, что все-таки это квалифицированные инженеры. И все-таки им пришлось изобрести, система развивалась, первый спринт, второй, третий, шестой, десятый, система стала расти, одного быклога недостаточно, пришлось изобрести все практики проектирования обратно. Ну, понятно, они должны помещаться на доске, они заменяют много где теоретическое мышление этим образным, что дешевле, но тем не менее, да, они сделали шаг вперед, но изобрели проектирование обратно. Мне кажется, что они могли изобрести это все быстрее, если бы не выкидывали инженерию требований так быстро. Ну, допустим, мы не знаем, могли, не могли. И вот вернусь к спору о том, сколько стоят изменения. У нас есть факторы, то есть что позволило Кенту Беку сделать внесение изменений безболезненным. Это, во-первых, технологии, когда, если я в 90-х годах писал юзер-интерфейс с нуля сам или пользовался библиотеками, то есть сейчас у меня есть браузер, я пишу несколько строк HTML, и там уже есть юзер-интерфейс. То есть технологии развиваются, производительность разработчиков растет. Появились инженерные практики. Continuous integration, continuous delivery и управление версиями кода. Они очень сильно развились, и они помогли держать изменения под контролем. Но выяснилось, что этого недостаточно, и уже там ближе к десятым оказалось, что без архитектурных практик, то есть без борьбы с комбинаторным взрывом связи и внутренних взаимосвязей системы, мы не сможем вносить изменения дешево. И все стали упарываться в архитектуру. То есть появились шаблоны проектирования банды четырех, появились там какие-то еще практики, и сейчас конца края им не видно. То есть они продолжают бороться со сложностью и каждый раз проигрывают. Ну вот архитекторы, кто здесь есть, может быть, да, могут кидать в меня помидорами, но это так. Они отстают рост сложности систем, не нивелируются развитием архитектурных практик. Что еще давало нам плоскую стоимость несения изменений? Ну, короткая итерация, понятно, и те самые практики проектирования, которые пришлось изобрести обратно, чтобы держать сложность под контролем. Потому что три спринта система простая. Три спринтов система неизбежно запутывается. Но время шло, и факторы, которые выгибают ее обратно, победили. Это цена ошибки, охват системы. То есть если встал интернет-магазин пиццы, который обслуживает ближайший квартал, это одна история. Если встала система платежей национального масштаба, это совсем другая история. Размеры систем росли точно так же от простенького интернет-магазина до Алиэкспресса или Алибабы. Ну, и неизбежно мы столкнулись с тем, что да, система развивалась, она быстро начинала, хорошо стартовала, а потом оказалось, что есть текучка. Темледы вписались и достижения свалили, архитекторы вписали все достижения, свалили, пришли новые коллеги, они или не имеют той квалификации, или не имеют той экспертизы. И опять начинается рост внутренней сложности, они лепят костыли, проблемы, ошибки, вносят изменения не туда, не понимают архитектуру и не понимают, что они видят сейчас тех долг, которые надо выпилить, или поведение, которое нужно сохранить. Система начинает умирать, и получается, что даже появился термин «монолитный ад», на втором-третьем круге развития инженерных практик появился «домен-дривен-дизайн», там неизвестно, что еще. Я не говорю, что это плохо, это хорошие вещи. Но почему они появились? Потому что мы открывали ларек и думали, что построим Икею. На самом деле мы получили черкизон, оптовку, в которой есть все проблемы. То есть непонятно, как вывозить, простите, экскременты, потому что такая орава народу куда-то ходит в туалет. Где брать воду, как подводить электричество на следующий ларек. Это пожароопасно, это некомфортно посетителям, и это физически небезопасно. И чтобы что-то с этим сделать, нужно подогнать бульдозер, все снести, построить заново. Уже Икею. На вырученные деньги. У кого-то деньги есть, у кого-то денег нет. Все танцы сегодня вокруг того, какими кусками нам сносить черкизон, чтобы построить Икею. Ну и, в общем-то, мы пришли к сегодняшнему состоянию. Я со слайда читать не буду, но вот сколько-то лет подряд я вижу одно и то же. Чужой код, команда 300 раз промылась, подрядчиков катапультировали, свои утекли. Описания нет, никто не знает, как должно работать. У бизнеса меняются мнения. Нагрузка при этом растет, то, что бизнес продолжает зарабатывать деньги, новые фичи ломают старые и так далее. То есть все, что мы любим или не любим, и с этим надо как-то жить. И, в общем-то, короткий вопрос, что делать. Я не дам исчерпывающий ответ. Этот вопрос у нас останется. Но три тезиса, которые я хочу сегодня вам донести и внушить. Все-таки, кто не знаком с системной программной инженерией, надо ознакомиться. Стандарты обновились, они не устарели. Все 20-х, 18-х годов. Кому не нравятся русские, пожалуйста, англоязычные, тоже все есть, все исуэйки. Их надо прогрызть, эти принципы никуда не делись. Системы не менялись с тех пор. Природа информации не менялась, природа потоков данных не менялась. И то, что там написано, в целом разумные вещи, выраженные сложным языком. На Лафе, к счастью, этим летом я как раз выступал с историей, что делать, если ты аналитик, тебя наняли в проект. Вот в той ситуации, когда ничего не понятно, система при смерти, но ее нужно оживлять. Картография, археология. То есть надо описывать, описывать не все, что описывать, как описывать, как вести раскопки. Есть видео, можно будет посмотреть. То есть видео открыто выложено, поэтому я ничего сюда не включаю, никакие рекомендации. Короткий ответ. Карты, то есть краткие описания с воздуха и точечные раскопки. каким образом там все есть. И самое главное, что я хочу сказать, к чему я пришел, к чему пришли и мои коллеги, я это уже с кем-то обсудил. Требования теперь, во-первых, требования есть. То есть ответ на вопрос, это баг или фича, это и есть требования. Требования на вход итерации не идут, и это, наверное, хорошо, неплохо, но требования должны быть сформулированы на выходе итерации. То есть вот мы что-то запилили, мы должны сесть, мы написали тонну кода, мы должны сесть и написать коротенький список, что теперь нам не надо ломать, что нам не надо ломать в следующих итерациях, а что наоборот в следующих итерациях подлежит выпилу и переработке. И, в общем-то, если вы потратите немножко времени, это правда немножко, то есть там принцип сложности работает в обратную сторону. Мы писали вот столько кода, но к нему есть вот столько требований, очень мало. Если мы запишем требования в конце итерации, археологи будущих поколений будут нам благодарны. В общем-то, это единственное, в чем я сейчас уверен. И я думаю, что у нас есть время на вопросы, на пару вопросов. Так? Сергей, большое спасибо за столь интересный доклад, познавательный. Действительно, у нас есть немного времени на вопросы, буквально 10-12 минут, поэтому коллеги в зале, не стесняйтесь, поднимайте руку, задавайте вопросы Сергею. Доклад у нас был помечен тегом «подгорает», поэтому, скорее всего, он может вызвать интересную дискуссию. Если у кого не подгорело, я могу начать обзываться на вас плохими словами. Не знаю. А я уже вижу первую руку. Так, давайте я микрофон передам тогда. Ай, микрофон бежит. Привет. Вот 20 лет прошло, да? А какие у вас прогнозы на следующие 20 лет? Как мы будем развиваться по описанию требований? Ну, я вот вспоминал Достоевского, да? Это что-то про Бога. И я боюсь, что сейчас я прихожу к выводу, что с тех пор, как всех изгнали из рая, мы будем в поте лица своего добывать свой хлеб. Вот. Политой кровью и потом. Думаю, что что-то, на мой взгляд, не сыгравшим еще фактором, если программисты справились с управлением версиями кода, да, то разработчики эти, аналитики не справились с управлением версиями модели. Вот туда еще там есть, на мой взгляд, резерв оптимизации, если в принципе удастся найти решение. У меня даже в высшей школе экономики на эту тему работала команда второго курса. Они, конечно, далеко не ушли, но тем не менее уже большие молодцы завоевали лучший проект в своем потоке. Вот. Я сейчас плавно, ну, лежу в направлении мечты. Это, на мой взгляд, единственное, что мы здесь можем сделать. Ну, плюс, обратной дороги нет. agile наступил. масштабируемый, масштабируемый agile тоже ни разу вообще не agile, это то же самое проектное управление, названное другими словами. И нас ждет какой-то постмодерн, когда мы соединяем все элементы из старого в новых сочетаниях. То есть, мы вынуждены жонглировать всеми принципами, которые есть. Почему я и прошу не пренебрегать все уже выключили теории, не пренебрегать теории, понимать принципы и понимать, что оттуда нужно извлекать здравое и как-то использовать. Легкого пути не будет. Спасибо. Так, еще вопросы были, да? Вот сюда. Да, спасибо за доклад. Вопрос такой. Ты говоришь, что нужно делать легкую картографию и археологию, а как тогда? Ну, и стоит ли писать подробные требования и когда стоит это актуализировать? На мой взгляд, ну, все зависит от ситуации, от длины цикла. В коротком цикле, если возможно обойтись сессиями проектирования, лучше ими обойтись. Но какой-то минимум надо написать. Вот то, что agile требует. Клиентский путь или пользовательский путь нужен, потому что иначе мы не протестируем. Но это инкремент, что добавить. А вот теперь, что нельзя сломать, это сумма всех предыдущих инкрементов, которые надо писать по итогу. Потому что на входе не получается, потому что они 300 раз, даже за две недели они 300 раз передумают и заказчик, и разработка. Спасибо. Я вижу еще вопрос в первом ряду. Мы проектируем систему около года. И, вероятно, будем ее развивать еще долго. Мы пока еще, как бы сказать, ну, у нас такие рутинные проблемы, да, по вашему ожиданию, в проектах, которые достаточно так бурно развиваются, на каком этапе, через сколько времени наступают те проблемы, о которых вы говорите в целом. Потеря, текучка, потеря управляемости, потеря требований, ну, в среднем. Можете дать ожидание? Очень по-разному, но это все в итоге, в итоге, мне кажется, основным фактором является текучка. Вот я видел системы сильно запущенные, которые, ну, не находятся при смерти, но требуют немедленного лечения. Это системы, в которых сменилось два-три поколения разработчиков. Там, четыре, пять, шесть, все, система идет в разнос. То есть, с какой скоростью промывается команда, это большой вопрос. Но бывают и менее благополучные случаи, когда система умирает гораздо раньше. Здесь накладывается уже квалификация и разработчиков, и как они справляются с архитектурой. То есть, вопрос именно вот это, если можно включить презентацию, смерть системы, вот все факторы, которые приближают и отдаляют смерть системы, как они сложатся, они складываются везде по-разному. На мой взгляд, ключевая эта сложность, это архитектурные практики, и это утечка экспертизы, которую мы не можем передавать, отрицая или экономя на документацию. Понятно, что жизнь можно продлить, предотвратив утечку экспертизы, не просто приковывая людей наручниками, но и заказывая, тратя ресурсы на документацию, чем все очень сильно пренебрегают. А это возможно. То есть, документация как продукт, как заказ владельца системы к команде, то есть, сделать и задокументировать. Это вполне законная история. Спасибо. У нас появляются вопросы из трансляции. Первый вопрос от Сергея Дудкина. Если требования не нужны на входе в итерацию, как понять, что на выходе итерации мы получили что хотели и идем туда, куда надо, а не абстрактное непонятно что? А вот, пожалуйста, то есть, мы сверяемся с целями. Система выходит сразу на User Acceptance Testing, то есть, это валидация, сравнение с тем, что пользователи довольны. Они могут быть довольны, потому что мы сделали то, что они просили. Они могут быть недовольны, потому что мы сделали то, что они просили, а на самом деле им нужно не это. Мы вообще не говорим о том, что мы обещали, мы говорим о том, что добавить и следующие итерации, и все. И так до бесконечности. Спасибо. Вопрос из зала. Сергей, спасибо. Вы только что сказали про то, что есть ресурсы, которые нам нужны, чтобы затратить на разработку качественной документации. И очень часто, если продукт несложный, например, у нас у аналитиков это набор дашбордов и так далее, есть трейдов. Мы либо делаем продукт, либо мы тратим время на документацию. Когда ресурс ограничен, мы не всегда можем делать то и то. Тогда вопрос такой, как написать такую документацию, которая не будет просто книжкой, которую никто не будет читать, а такую документацию, чтобы ее читали, и она действительно была полезной, если у нас ограниченный ресурс. Это очень сложный вопрос, вопрос предвидения, что понадобится. Частично я на этот вопрос вот в этом видео отвечаю, вот здесь, что картографировать, где вести археологические раскопки. Но в каждом новом случае ваш выбор – это вот, то есть выкурить еще одну сигарету или нет. То есть что сделать? Отсутствие документации – это тоже ваш техдолг, на самом деле. Вот, и вы выбираете не между документацией и техдолгом, а вы выбираете между тем, что вам уже не хватает средств на успешное развитие системы, и поэтому она умрет раньше времени. Добавьте денег. Еще вопрос из интернета. Ну здесь, да-да. Из интернета, да. По поводу agile-манифеста версии 1.0. Если бы была возможность вернуться на 20 лет назад, каким образом ты бы уничтожил первую версию этого манифеста? Это очень интересный вопрос. Я сюда не вынес ссылку. Совершенно недавно я посмотрел на agile с точки зрения истории психологии, истории выгорания. И даже сходил в психологический вуз, там рассказал им об этом, они сказали, все правильно, то есть это не ересь. Здесь нет ссылки, но вот надо будет мне на этот вопрос ответить просто ссылкой на статью, где я формулирую agile-манифест здорового человека. Он там есть, он чуть-чуть подлиннее. Я сейчас не буду его пересказывать, у нас 4 минуты, но мне надо обязательно кинуть эту ссылку, потому что там я на этот вопрос отвечаю. Хорошо, с ссылочкой тогда поделимся. Вопросы из зала. Да, добрый день, Ирина, эксперт технологии. Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения бизнес-анализа, на самом деле, очень часто мы сталкиваемся с тем, что мы делаем, ну, обеспечиваем изменения поверх уже осуществленных изменений. И в системе, по факту, это такой большой-большой пирог, который увеличивается, увеличивается, и в итоге мы получаем много-много документов, которые наследуют друг друга, и которые, в общем-то, даже если придет новый человек и это все прочтет, он в итоге не поймет, а что же мы имеем в итоге. Как вы считаете, вот стоит ли проводить некий такой груминг всего этого собранного, да, и создавать результирующий документ? И как часто это стоит делать? Это вот связано с двумя вопросами. Да, стоит, потому что инкремент, что добавить, не равно тому, как теперь работает. Это раз. И второй вопрос, это выкурить еще сигарету или выкурить еще две, да. Добавьте денег и задокументируйте. Статическое состояние, особенно на уровне бизнеса, да. Именно бизнес-правила, это очень важно. То есть, что для бизнеса важно, что сломать нельзя. То есть, вот здесь может все сгореть. Вы можете четыре раза сменить технические средства, перейти там с FoxPro на Firebird, с Firebird на OMS SQL, с OMS SQL на PASGR, но данные бизнес-правила должны оставаться, иначе бизнес не сможет работать. И это именно то, о чем я говорю, да, запишите. Это гораздо меньше, чем бюджет, вложенный в разработку. Потому что строка написана на миллион, требований будет не так много. Вот при активном развитии системы, как часто это стоит делать? Ну, все зависит от, но я думаю, что чаще, чем раз в квартал, у вас не получится. Это зависит от циклов, да, то есть, допустим, тот же сейв, и в принципе, мы приходим такое, на четыре цикла развития, бурного развития, мы имеем пятый цикл наведения порядка. Там рефакторинг, документирование, вот это все. Значит, если вы имеете спринты, грубо говоря, по две недели, то это получается, четыре спринта, это два месяца, и у вас еще две недели на наведение порядка. Это примерно раз в квартал. То есть, получается, раз в квартал мы собираем все документы бизнес-требований, которые у нас есть, и объединяем в единый результирующий документ. Ну, как вариант. Ну, если у вас другие циклы, надо считать. То есть, это вопрос экономический, где надо взвешивать, что будет, если нет, и что будет, если да, и чего не будет, если нет, если да. Спасибо. Вопрос из сети. Было сказано, что сейчас идет тенденция на борьбу с числом связей, которая постоянно увеличивается. Она всегда шла, да, это и есть архитектура. И, на самом деле, как мы услышали, пока какого-то существенного успеха мы не добились. Слово связи по-прежнему растет. Так, и вопрос? Да, вопрос все-таки, может быть, где-то есть хороший пример, который можно было бы назвать условно успешным, и который можно изучить и что-то перенять. Я, наверное, не так сказал. Мы добились успеха, но система росла быстрее. То есть, для систем 90-х годов мы добились успеха, архитектурные практики справились с проблемой, но системы выросли, и нам потребовались с новой архитектурной практики. Мы справились с проблемой, системы еще выросли, и нам нужно снова справляться с проблемой. Просто, на мой взгляд, скорость до определенного масштаба, ну, может быть, мы опутаем проводами всю землю, да, и рост прекратится, но пока рост экспоненциальный. Если посмотреть на ту же кривую проникновения мобильного интернета, проникновения интернета в население, да, там, охват услугами и всем остальным, пока идет рост, архитектурные практики будут догонять, то есть, борьба брони и снаряда, и, собственно, не то, что они не справились, они отстают от роста систем, то есть, они являются реакцией на проблемы, которые мы получаем, и ими надо пользоваться, но надо понимать, что система будет продолжать расти, и не только архитектурные практики надо применять, но их тоже. Сергей, спасибо. Мне таймер подсказывает, что время на сессию вопросов-ответов вышло, но если у нас еще вопросы остались, а не остались, я вижу по чатику, мы можем переместиться в дискуссионный зал, это выход из нашей аудитории, и сразу направо, и там продолжить, поэтому всех заинтересованных прошу в дискуссионный зал, а Сергей, тебя еще раз благодарю за доклад. Спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо.